Микс Ньюс. Внезапно возникшие и забытые кампании в прессе. Законы с благими пожеланиями, обернувшиеся убытками и злом. Изнанка политики, фальшивые новости, хроника краха и успеха. Проблемы настоящие и выдуманные. Здравствуйте, меня зовут Люся Прибыльская. Встречаемся по четвергам с 12 до 13 часов в программе «Подоплёка». На радио «Болтком». «Подоплёка». Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в программе обсуждение очень актуальной темы. Это новая идея Рижской думы по устройству велодорожек, сокращению проезжих полос на городских улицах. И эту тему сегодня у нас комментирует многолетний, можно так сказать, эксперт, вернее так, эксперт с многолетним опытом в сфере транспорта, журналист и депутат Рижской думы Вадим Польков. Добрый день, Вадим. Добрый день. Итак, очень большие споры вызвала инициатива, одобренная как будто бы комитетом по транспорту Рижской думы. Большинством голосов комитета. Я не одобрял, простите. Не одобрял, извините. По устройству велополосы на улице Чака. Ну, вот у меня мнение такое со стороны, что те сроки, которые предусмотрены на апробацию этой идеи с устройством велодорожек на улице Чака и с сокращением полосы движения фактически до одной в обоих направлениях, они заведомо обрекают эту идею на неудачу, потому что начинается она в декабре, не самое лучшее время для велопробегов по улицам города, а заканчивается в марте или в апреле. Начну с конца. Наверное, лучше пусть опробуют в декабре и успокоиться, чем начнут в марте и устроят праздник на веслетний сезон. Значит, тут получилось очень странно. Просто в повестке дня стоял пункт информационное сообщение департамента о тех или иных вариантах, которые вообще возможны. И вдруг, это не было вопросом повестки дня, вдруг предложилось и началось голосование. Давайте, кто голосовать за, кто голосовать против. Как фокусник из рукава вынимается. Соответственно, да, соответственно, те представители нынешней коалиции, которые выступали за велодвижение, и, мне кажется, некоторые из них участвовали в оспаривании проекта реконструкции улицы Чака, несколько лет назад, значит, с радостью проголосовали за. А оспаривали они как раз проект, который предусматривал велодвижение? Который предусматривал отсутствие велодвижения, поэтому они его и оспаривали. И, соответственно, он получил большинство голосов. И был одобрен. И был одобрен, да. Сейчас началась, как я обратил внимание в интернете, инициатива по сбору подписей, чтобы этого не делалось. То, что с улицы Чака что-то делать надо, это понятно, но вряд ли это то место, где при отсутствии каких-либо возможных нормальных обездных дорог, альтернатив вокруг центра, это то самое место и то самое время, где стоит делать. Ну, как вы видите, мнения получились такие, что вот стоит. Но хотя я очень сильно в этом сомневаюсь. Ну, вообще у велодвижения, мне кажется, такая неоднозначная реакция в обществе. С одной стороны, как будто бы это соответствует каким-то современным европейским веяниям и практикам. А с другой стороны, велодвижение, и в особенности вот это движение на этих электросамокатах и так далее, оно создает массу проблем не только для водителей, но и для пешеходов. Вот как... В соответствии с велодвижением европейским практикам, оно действительно соответствует. Но там, прежде чем через центр города прокладывать какую-то велодорожку, все-таки сначала делают для автомобиля обездные магистрали. Не будем забывать, что город Рига является некоторым исключением из глубокого общего правила. У нас четыре моста через Двину, у нас больше нету. То есть объехать этот центр можно или по-южному, или по-островному, или по-каменному, или по-вантовому. Все движение с улицы Чака сейчас движется на Каменный мост, все движение с улицы Волдемара движется на Вантовый мост, и никакого другого моста, северного, гонзейского, приморского или еще какого-нибудь, кто в каких планах видел и мечтает об этом, на данный момент отсутствует. То есть улицу Чака никак не минуешь, но до этого же сделали велодорожки на других улицах, параллельных улицах Чака. Но здесь проблема, наверное, в том, что по улице Чака идет большой поток общественного транспорта. И в этом случае, если будут возникать пробки, то общественный транспорт будет терять свою привлекательность, потому что он уже не может выехать по выделенной полосе. Ну, значит, выделенной полосе у него по этому проекту и не предусмотрено. Значит, Рига Сатекс посчитала, что общественный транспорт будет, если будет велополоса, простаивать в пробках на улицах Чака примерно 20-25 минут, то есть двигаться ровно в два раза медленнее, чем сейчас, это большой минус для пассажиров, и таким образом привлекательным общественный транспорт не сделаешь. И это при том, что как будто бы новая коалиция Рижской Думы как раз выступает за все зеленое, за все экологическое, ну и, соответственно, за приоритет общественного транспорта перед всем остальным. Понимаете, вряд ли можно сказать, что троллейбус, который стоит в пробке, он выделяет что-то не экологическое, извините меня, он пытается электричеством, поэтому у него выброс, у него все равно ноль стоит. Нет, я имею в виду, чтобы люди пересаживались в общественный транспорт из своих личных автомобилей, например. Поэтому, ну, с моей, я уже могу повторить еще раз, с моей точки зрения идея неудачная, какое она получит продолжение, это зависит в данном случае не от меня, а от правящей коалиции Рижской Думы. Я, со своей стороны, подал предложение, что с улицей Чака можно сделать. То, что там действительно происходит на данный момент, это, наверное, не совсем правильно. Деградация, то есть? Потому что, знаете, деградация, скажем так, вот на улице Балмерс тоже происходит деградация. Ну, она там давно. А Чака была торговая, оживленная улица. Улица Балмерс в свое время тоже была. Знаете, улица Чака была торговая, оживленная улица, когда по ней ездили извозчики и ходил трамвай. Но я точно могу сказать, что если на улице Чака нельзя будет хотя бы на 30 секунд в нарушении всего чего угодно остановиться и заскочить, я не знаю, купить бутылку молока или пачку масла, пачку сигарет, как если там будут установлены эти специальные бордюрные камни, которые ограничивают возможность попадания на белополосу. Обратите внимание, на тех улицах, где белополоса есть и этих ограждающих элементов нету, все равно на этой белополосе все стоят. Поэтому я могу сказать, что с моей, опять-таки, я не беру на себя истину в последнюю инстанцию, спасибо уже, значит, с моей точки зрения, на улице Чака центральная полоса по направлению в сторону центра должна быть полосой для движения общественного транспорта в сторону центра. Автомобили легковые могут двигаться по крайней правой полосе в сторону центра, совершать правые повороты. В случае, когда общественный транспорт останавливается на остановке таких остановок всего четыре, как на улице Крышинобара на эти автомобили должны будут пропустить идущих пешеходов или пассажиров к троллейбусу или автобусу и потом благополучно двигаться дальше. В этом случае мы вполне допускаем, что есть категория граждан, которым ну очень нужно заскочить и купить пачку масла, он все равно там запаркуется, его все будут как-то объезжать, да, заезжая на эту полосу общественного транспорта левым бортом, но в таком случае уже водители автомобилей должны будут пропускать автобусы и троллейбусы, которые едут по полосе общественного транспорта. Это то мое видение, как эту ситуацию можно разрешить. То есть, соответственно, из центра тоже должна быть выделенная полоса? Да, из центра может быть общая полоса, она получается шириной 4 метра 50 сантиметров, там либо остановившиеся на остановке уже у бордюра автобуса или троллейбус грузовые автомобили объехать не смогут, легковые смогут, грузовых там не так много начака, а все фургоны смогут, потому что фургоны – это 2 метра 5 сантиметров, ширина по зеркалам. Там остается место. А если говорить о том, чтобы пропускать там еще и грузовые, ну, вдруг, да, то тогда надо на зону остановки сузить тротуар от 25 до примерно 50 сантиметров. Это сложно, но это при желании… То есть, делать такие островки? Кармашки. Угу, кармашки. Понимаете, это не так легко на самом деле, потому что там снизу кабели и все остальное прочее, но подобное вот можно предпринять. То же, возвращаясь к тому, что я говорил, общественный транспорт как трамвай выпускает пассажиров из средней полосы, место остановки тогда должно быть поднято на 20 примерно сантиметров, то есть, автомобиль уже изначально заезжает, вот, то, что называется лежачий полицейский, так как сейчас на остановке лесная школа по шестому трамваю, ведь никто же не замечает, что там трамплинов нет. И когда перед ним останавливается трамвай, то очень спокойно все выпускают. Не я придумал все эти системы, я с собой взял распечатку правил дорожного движения. Вот вы покажите на камеру, потому что запись идет для Ютуба, можно будет потом посмотреть. Правил дорожного движения в Венгрии, такие знаки, выход на проезжую часть там существуют, такие же знаки существуют в Польше, они относятся к автобусам. То есть, все это при желании сделать можно. Ну, то есть, таким образом улица Чака будет по дефолту трехполосной, то есть, две полосы в сторону центра и одна полоса из центра. Объясняю, если человек с утра приехал на работу на общественном транспорте, то он с работы вернется на общественном транспорте. Если он приехал на работу на личной машине, то какой бы ни был хороший общественный транспорт, он вернется на машине. Поэтому преимущество, с моей точки зрения, опять-таки повторяю, для общественного транспорта должно быть исключительно в сторону центра. Тогда он без помех доезжает до самого вокзала, совершает левый поворот на Елизаветинскую, спокойно выгружает пассажиров, выпускает пассажиров около центрального вокзала и дальше благополучно едет в Пурцамск. То есть, ключевым моментом является попадание на работу, а не возвращение. Причем, причем еще хотел бы сказать, так как Рига имеет веерную структуру улиц, то есть улиц автомобилей в районе перекрестка Чака-Дзирновых всегда больше, чем в районе перекрестка Чака-Эрглю. То есть, автомобили в загородном направлении, они все-таки совершают правые повороты и они уезжают на дорогие улицы. Поэтому, если по улице Чака сделать зеленую волну из центра, вот тут как раз из центра, то автомобили достаточно быстро смогут выехать. По моим подсчетам, получается примерно где-то 295 секунд, когда от улицы Эл-Изабетас, можно будет доехать до улицы Перновас. 295 секунд. Приблизительно 295 секунд. Ну, понимаете, я рассчитывал по методике, никакая методика не может рассчитать, как быстро кто-то совершит правый поворот, говоря левой рукой по мобильному телефону. Будем исходить из того, что все люди. Идеального нет. Сферического коня в вакууме не существует. Поэтому все те мои предложения, которые я высказал, они всегда рассчитаны на то, что что-то где-то не до конца соблюдается, при этом это не приводит к сбою системы. А что еще за схемой распечатки у вас на столе, которые вы принесли в студию сегодня, Вадим? Это пожалуйста. Это я могу показать, что улица Чака, она позволяет быть трехполосной. Это вот улица Чака у самого вокзала, вы видите, прекрасно помещаются три полосы. То есть, левая полоса 3,50, полоса для общественного транспорта, про который вы говорите, тоже 3,50? Знаете, в данном случае это уже не для общественного. Так как это самый конец улицы Чака, то... Это существующая схема. Это существующая схема движения. Мы видим, что на улице Чака это одно из ее самых узких мест. Все это дело получается. Три полосы получаются. В данном случае тут нет полосы общественного транспорта по средней полосе, потому что средняя полоса уходит прямо на привокзальную площадь, а правая полоса поворачивает на улицу Меркеля. Если мы смотрим, как можно все это дело сделать, вот все светофоры, какие существуют, между ними известны расстояния, и получается, что можно посекундно рассчитать, как... Движется автомобиль. ...от улицы. Причем, понимаете, давайте так. Скорость движения... Сейчас идет разговор на европейском уровне, что надо в городах ограничить скорость до 30 км в час. В данном случае у меня расчеты есть как на 30, так и на 42 км в час. 42 км в час – это максимальное насыщение потока. Вот скорость 50, которая разрешена, она уже вынуждает держать большую дистанцию между автомобилями, которые едут в одном направлении. И, соответственно, художник из меня плохой. Это я должен сразу признаться. Сейчас наш звукорежиссер Евгений Копеин поправит нас. Художник из меня печальный, да, надо сразу признаться. Вот это схема движения трехполосного варианта. Это правая полоса, по которой едут машины в зоне остановки. То есть тут приподнята проезжая часть. То есть из троллейбуса можно спокойно выйти ровно. Перед знаком остановки, перед началом места остановки, соответственно, устанавливается знак «Осторожно выход на проезжую часть». То есть то же самое, что сейчас происходит или должно происходить с трамваями. Вот в Риге мне удалось добиться установки знака «Осторожно, трамвайная остановка» около завода ВЭФ. Там две полосы. Там никто никогда не пропускал людей, выходящих из трамвая. В конце концов, мне удалось добиться там установки. Там же подземный переход. В сторону юглы там нет подземного перехода. Там из трамвая люди выходят прямо на проезжую часть. Вот этот знак мне удалось там установить. Я не знаю, насколько он помогает организации движения, но при наличии еще горизонтальной разметки на проезжей части, то есть желтые полосы, получается, что все это может таким образом работать. Пропускная способность улицы, она, разумеется, не сохраняется. Меняется нынешняя, она все-таки… Будет меньше. Она получается… Понимаете, если мы даем среднюю полосу для движения общественного транспорта и крупногабаритных автомобилей, потому что мы их не можем в правую сторону, то, соответственно, легковые автомобили ей воспользоваться не смогут. Зато ей сможет воспользоваться оперативный транспорт, он тогда не будет стоять во всех этих пробках и заторах. В любом случае, насколько мне известно, один раз департамент это предложение уже смотрел, отнеслись они тогда к нему достаточно скептически. Почему? Сейчас… Знаете, это у них спрашивают. Понимаете, тогда была эпоха так называемого безвремения, когда чиновники на депутатов смотрели вот так вот высоко, мы останемся, вас тут не будет. Что правда случилось, да, они остались, а депутатов не стало. Сейчас, насколько мне известно, глава транспортного комитета отправил это же мое предложение еще раз в департамент сообщения. Я не думаю, что они дадут сверхположительный отзыв, но посмотрим, что будет. По крайней мере, когда шло обсуждение еще в прошлом году, и мне говорили, вот, надо сделать там велополосу, я сказал очень просто. В таком случае запомните мои слова. Вы получите одну полосу туда, одну полосу обратно, две полосы – это улица категории «Д» с пропускной способностью, примерно 500 автомобилей в час. Сейчас по улице Чака проезжает где-то примерно 1200. Ну, вот на этом можно все благие намерения… А что это за категория «Д»? То есть у нас есть разделение улиц по категориям? Есть по генеральному плану разделение улиц по категориям, есть разделение улиц по категориям по уборке. Это категория «А», там, где много транспорта и общественный транспорт, категория «А1», соответственно, «Б», «Ц» и «Д». «Д» – это одна из… Ну, и дальше уже идут улицы, на которых зимой не производится… Чистка. …регулярная уборка. Ну, вот, кстати, о последних нововведениях появились столбики, ограждающие велодорожки на улице Лачпиша, еще где-то я видела, и возникает вопрос у специалистов, а как же будет производиться очистка улиц от снега при наличии таких препятствий? У меня такой вопрос возник тоже. Или снега не будет и договорено везде. Понимаете, у меня такой вопрос возник тоже, и причем у меня такой вопрос возник не только по поводу велодорожек на улице Лачпиша, но и по поводу новых пешеходных суженных переходов. Там тоже стоят столбики, куда снегоуборочная машина въехать не может. Ну, там, где из двух полос сужается в одну для безопасности пешехода. Там, на Дзелзовос, например. Как там будет происходиться уборка снега, уборка листьев, уборка песка весной и так далее. Этого пока никто не видел. Когда все дело наступит, тогда это будет видно, и тогда можно будет говорить. Либо ура, департамент справился, либо написать письмо в департамент о том, что, ребята, там бы тоже неплохо что-либо сделать. А департамент сам, зная о том, что у него возникнут проблемы, устанавливает вот эти все ограничения? Или откуда там растут ноги у этих инициатив мудрых? Я не знаю, зная департамент или нет, что у них возникнут проблемы, то есть думал там кто-то или нет. Ноги, скорее всего, разумеется, растут от указаний, которые департамент получает. Это не обязательно может быть, вот поставьте там столбики, да, там пешеходный переход, там большое число несчастных случаев, сделайте что-нибудь. Значит, сделать что-нибудь, это можно либо поставить светофор, это три года, либо подручными средствами сделать что-то. Я не знаю, как там происходит. Понимаете, вы спрашиваете меня сейчас о том времени, когда Рижская дума, как класс отсутствовала, была временная администрация. Ах, это все временная администрация и делишки. Я не знаю, это их делишки или... Ну вот, в любом случае, это не согласовывалось с депутатами. То есть, получается, что эти препятствия возникают не просто так, а потому что, ну вот, либо временная администрация, либо сам департамент вдруг озаботился безопасностью движения и установил вот такие ограничения. Есть английская фраза, сейчас я попытаюсь перевести ее на русский. «Новые решения вызывают новые проблемы, новые проблемы требуют новых решений». Исходя из этого, все, что имеет положительный результат, оно всегда в обязательном порядке кому-то где-то и как-то дает и... Ну, не бывает так, чтобы вот все было хорошо. Поэтому тут надо остается смотреть, как будет. Вот я хочу с вами поспорить. Например, вот я как пользователь автодорожной сети пользуюсь мостом через протоку Милгравис. Значит, и там... Реверсивная полоса. Сделана реверсивная полоса. Она прекрасно работает. То есть, утром все едут на работу, она работает в направлении центра, вечером все возвращаются, она работает в направлении от центра. И все, и там пробок не стало, понимаете? Понимаете, это может быть локальное что-то, на улице Чака такого не получится, потому что там плотный поток идет как в сторону центра, так и из центра. Причем в вечернее время поток в центр, он меньше не становится. Еще раз, чтобы людей увезти из центра общественным транспортом, этот общественный транспорт в центр должен попасть. Попасть он может только по тому маршруту, по которому он курсирует. Он там сам не появится. В данном случае, с моей точки зрения, вариант реверсивной полосы, как на Милгравском мосту, причем, ну извините, он 200 метров, да? А в данном случае на 2,5 километра он действовать точно не будет. Можем принять звонок от радиослушателя, послушать, что он спросит нас? Добрый день, говорите. Добрый день. Вот я хочу вашему гостю сказать, что то, что натворили с улицы Чака, я сейчас не оцениваю качество работ, не оцениваю долготу этих работ, длительность этих работ. Я оцениваю саму концепцию. Люди, кто принимал участие в проектировании, в финансировании, в оценке, абсолютно показали полную некомпетентность в области организации дорожного движения. Я вам объясняю, почему. Вы 2 минуты тому назад сказали, что по улице Чака идет поток машин. Казалось бы, для уменьшения потока машин должно быть увеличение количества полос движения. На Чака сделали уменьшение. Было 4 полосы в обоих направлениях. Стало 3. Спрашиваются. Нет, не стало 3, простите, станет 2. Стало 3. Стало 3. Мы с вами в одном направлении рядом не проедем. Я на автобусе, и вы на автобусе. Мы не проедем. А мы проезжали. У меня вопрос такой. Скажите, для какой цели увеличивали ширину тротуаров? Там что, толпа народу намечается или что? Станьте там в течение часа и посчитайте, сколько людей пройдет, предположим, от улицы Лачпиша в сторону улицы Революции, улицы Матеса. И вы увидите, что это количество не будет превышать 20 человек. Надо было увеличивать? Не надо. Более того, последний вопрос. Теперь нас все время убеждала, правда, предыдущая дума, что велополос там не будет. А теперь нам говорят, да нет, будет. Причем опыт проведем с декабря по апрель. Ну, есть что-то у людей в голове на велосипедах ездить? С декабря по апрель. Мне кажется, разумные бы люди, с декабря по апрель вообще запретили бы на велосипедах ездить. Мало ли что, подморозило, снег пошел. Кто будет оберегать этих велосипедистов? А нет, пусть и ездят теперь по широкому тротуару. На здоровье. Спасибо. Спасибо вам, да. Спасибо. Еще раз хочу отметить, что к появлению велополосы на улице Чака, которая принята в минувшую среду, никакой моей заслуги в этом нет. Я его не поддерживал. Это предложение. Это предложение, да. Ну, а сужение проезжей части? Значит, сужение проезжей части департамент утверждает, что ничего не сузилось. Чтобы это опровергнуть или подтвердить, это надо туда совершенно реально выйти. Я прошу прощения. С рулеточкой. И вот так вот с рулеточкой, да. У вас рулеточка маленькая, не померите. Вы понимаете, в бытность предыдущей Рижской думы, я простите, мне хватало мне этой рулеточки, чтобы проверить, как говорится, все дочеты и недочеты. Что куда не так сделали. Да, действительно, сейчас люки выглядят так, что они как бы входят в тротуары. Это правда. Я не исключаю момента, что когда перекладывали трубы, эти трубы уложили рядом. И просто получилось. Я не проверял. Поэтому я вот за тот ремонт, который выполнен сейчас, и по тому проекту, который выполнен сейчас, я его не видел. И извините меня, я ничего сказать не могу. Ну, то есть, этот проект уже время администрации, что ли, утверждало? Он же начат был ранее гораздо. Понимаете, проект готовился многие долгие годы. Как я вам уже говорил, его дважды пересуживали в суде. Конечного результата этого проекта я не видел. Я могу сказать, что вот то, что я успел сделать, это был январь. Я пришел со своим вот этим предложением нормального трехполосного, ну, скажем так, трех с половиной полосного, потому что все-таки карман для общественного транспорта появляется. То есть, там тогда одна сквашная, один сквашной поток. То, что сейчас происходит на улице Чака, и говорят, что там движутся в два ряда, с точки зрения правил дорожного движения, там все-таки две полосы. Я знаю, что автомобилисты спорят в социальных сетях, там два ряда или одна полоса в каждом направлении, и каждая остается при своем мнении. Тоже нельзя сказать, что вот такое положение, когда каждый трактует то, что он видит, можно считать... То есть, какой-то порядок там навести нужно. Вряд ли этот порядок сделает велополоса. Еще раз повторяю. Понятно. Давайте будем послушать. Мы еще раз, да. Слушайте, добрый день. Говорите. Ваш год когда-то насчет десятого трамвая говорил, что он будет проходить по... Где кольцо, будет идти через... Улица Баускас, там часть домов будут или сноситься, или будет проходить. И как это... И где-то туда дальше он пойдет за границу города, и там где-то будет кольцо. Есть такое предложение, да, что улицу Чаку эту не пускать, а пустить по улице Гулбю, где кольцо, и сразу в перекрестке улица Гулбю и Падурес, ее повернуть налево, и там кольцо, или дальше объехать. То есть, чтобы район развивался. Улица Гулбю будет развиваться, район тоже развивается. И по Баускас не самое разумное решение ее пускать. Там очень узкое. Там или дома надо сносить, или залезать на тротуар. А улица Гулбю будет порядка 20 с лишним метров. Там вполне можно сделать полосу, доехать до перекрестка Гулбю и Цераусес. Вернее, это Цераусес будет. И повернуть налево, там или сделать кольцо, или там хотели когда-то стоянку для автомашин делать, которые в районе, где молочный комбинат, сделать остановку, где будут машины приезжать и пересаживаться на трамваи. То есть, по улице Гулбю разумней пустить. Спасибо, спасибо за ваше предложение. Ну, прям народ идеи нам предлагает. Это прекрасно. Значит, в Риге есть департамент развития. Находится он на улице Амату-4. Вот, пожалуйста, все эти предложения, которые спонтанно, не спонтанно возникают, благодаря наблюдениям долголетним, пожалуйста, отправляйте туда. Ну, можно же и вам просто написать, а вы переадресуете. Нет? Можно написать мне, я переадресую им. В любом случае, генеральным планом развития города Риги, от трамвая, это красные линии, генеральный план развития под это подходит, занимаются они. То есть, мне сказать можно, я могу кивнуть головой и сказать очень хорошую идею, а реализовать это могут те чиновники, которые... За это отвечают. За это отвечают. Давайте еще послушаем. Насколько мне известно, по 10-му трамваю, мне удалось добиться в генеральном плане, что его прорисовали до водозабора Даугова, но после того, как построили мост через Южную магистраль, это то, что идет с Южного моста в сторону Вени-Базгатва, там ширина полосы средней, я попросил, пожалуйста, оставьте 3,5 метра, чтобы мог поместиться трамвайный вагон со всеми руковыми зеркалами. Нет, его оставили уже, значит, трамвай теперь там пустить нельзя. Теперь трамвай можно пустить, вот на данный момент исторического развития, если не переделывать мост или не строить рядом еще один мост, то трамвай тогда можно пустить только до Южной магистрали или до Чакста-Гатве. Есть еще проект, тут можно сказать, это не рижский проект, это проект Баложе, там группа энтузиастов развивает узкоколейную железную дорогу, и они хотят этот путь узкоколейной железной дороги вывести в Зепнэйкаунс, в перекресток улицы Валдетю и Озалцима. Озалцима, они там собирали подписи, чем сейчас все это кончилось, я не знаю, но то, что у них эта система действует, по ней можно проехаться. Уже действует узкоколейная железная дорога? Узкоколейная торфяная железная дорога, да, в городе Баложе, она уже действует благодаря этим энтузиастам. Прекрасно, прекрасно. Это же просто туристический аттракцион. Слушайте, у нас телефон разрывается от звонков, давайте еще послушаем. Добрый день, говорите. Здравствуйте. Вот у меня несколько вопросов. Будет ли новые автобусы еще, и когда, если будут? И улица Сахарова, там практически везде стоянка запрещена, а к вам сарагат вы подъезжаешь, там 30 минут стояночка возле цветочных киосков. Вот нельзя ли убрать эту стоянку? Получается аварийная ситуация. Едешь, едешь, останавливаться нельзя. И раз, и стоянка. Понимаете? Понятно, хорошо, спасибо. Значит, по поводу новых автобусов, все-таки лучше спрашивать не у меня, а у Джина Тейнусу, которая председатель правления Рига Сатексма. Ну, все-таки, да, каждый занимается тем, чем он занимается. Насколько мне известно, новых автобусов в этом году не планировалось. Новых автобусов в следующем году не планировалось. Дальше новые автобусы, разумеется, требуются. Они требуются и сейчас, но, как всем известно, после событий декабря 2018 года, все поставки были остановлены и ничего больше не происходит. А сколько не допоставили? Я сейчас вам так вот из головы, я знаю, что вот троллейбусы допоставили все, трамваев осталось стоять 13, а что происходит с автобусами, я вам не берусь из головы. Стоять я знаю, что ситуация с выпуском автобусов достаточно напряженная. То есть, ремонтный цикл их как-то... Знаете, их жизненный цикл уже. У нас автобусы сейчас самые старые 2001 года выпуска. То есть, им 19 лет. А завод-производитель, когда все это дело изготавливал, он давал гарантию на внешний корпус 12 лет. На остальные детали я сейчас даже не вспомню подробности, благо это очень давно было. А я тогда вообще был простым журналистом, извините меня. Да. Но так или иначе. И, конечно, новые транспортные средства нужны. Как они будут называться? Вот тут ходили слухи, они, правда, как-то я подтверждение не успел найти, что должны были привезти в Ригу какой-то электробус, показать публике. Но из-за коронавируса так не привезли и не показали. Опять-таки, могу высказать свою точку зрения. С ней можно соглашаться, можно не соглашаться. В Риге 315 километров троллейбусных сетей. И если это будет, ну, называйте, как хотите, да, электроавтобус с динамической подзарядкой, то есть троллейбус с аккумулятором, который может там, где есть контактная сеть, проехать по контактной сети. И подзарядиться. Она все равно висит, да, и потом 10 километров, 15 километров от нее отъехать, вернуться обратно. Но такой пример есть? Ведь на Конзенсалу 3 троллейбус, да, сейчас ходят таким образом? Ходит такой на Конзенсалу 3, такой ходит 4, на Юглу, и в Зептниколнце 27, и в Зептниколнце 9, и в Зельгутсэмсэк при вокзальной площади. Но они ходят по большей части все-таки на дизель-генераторах. У нас на аккумуляторах всего 10 троллейбусов, и то благодаря той программе, которая была водородная. То есть там стоит водородный преобразователь, но для того, чтобы все это работало, там требуется аккумулятор. На этом аккумуляторе он может проехать не слишком много, примерно 5-7 километров, но по факту это получается, вот на данный момент экономически более целесообразно. У нас, конечно, есть маршруты, где нет ни одного метра троллейбусных проводов, это действительно так. Например, вот 28 маршрут, 29 маршрут, он просто доезжает до конечной станции троллейбуса, и все, и разворачивается, и езжает обратно. 46 маршрут, 56, простите, там чуть-чуть проводов только, да, там несколько остановок. 36 маршрут, ни одного метра. А такие есть автобусы, как они называются правильно, которые могут ехать дальше на аккумуляторе? Это троллейбусом называют. Троллейбусы? Понимаете, значит так. То есть это новая какая-то модификация троллейбуса? Нет, это не новая модификация, это старая модификация, просто вместо дизельного генератора к нему ставится аккумулятор, который может быть рассчитан на 50 километров пробега. То есть всегда, как это было, едешь на день, бери хлеба на неделю, на неделю не надо. Но вот чтобы он доехал до крайнего, конечного пункта, смог вернуться обратно и произвести эту операцию еще раз. Потому что никто не знает, какая техническая проблема в каком месте случится. Но вот этот вот запас хода, запас прочности, он все-таки должен быть. Это уже должны посчитать по теории запаса ученые или специалисты, сколько целесообразно держать этот запас. Сейчас я знаю, что сейчас троллейбусы с аккумулятором применяются в тестовом режиме, но с пассажирами совсем как положено, в городах Германии. То есть если резюмировать это все сказанное, то вы выступаете не за пополнение чисто автобусного парка, а за пополнение троллейбусного. Значит, понимаете, скажем, давайте так, чтобы вот, а то на меня сразу обидится водитель автобусов. Значит, по проекту, который был утвержден Рига Садекс, я пока не видел, чтобы его кто-то менял, автобусов на фасильном топливе, то есть на солярке, дальше приобретать не планировалось в любом случае, причем не мной. Это все равно может быть водород, газ, аккумулятор, еще что-нибудь. То есть какие-то гибриды. Как это говорится, Дух Божий, но не солярка. И тут, исходя из этого, если мы говорим исходим из того, что на дизельном топливе автобусе не планируется. Если их будут приобретать, то их будут приобретать. Но это уже вопрос Кригоса. Если будут приобретать в любом случае, когда конечное – это электро, потому что и у водородного конечное – это электро, потому что водород расщепляется, и получается вода и электричество, и у аккумуляторного – это все равно электро, то в таком случае еще две штанги поставил, и там, где у тебя 312 километров контактной сети, ты можешь по всему центру города проехать. Но это лично мое мнение, с ним можно не соглашаться. Ну, то есть планы обновления, так сказать, парка транспортных средств нашего города… Пригласите сюда руководство Рига-Сады. Хорошо. Он строго расскажет по тем планам, которые у них актуальны и существуют на данный момент. Я знаю только то, что 13 трамваев, которые сейчас застряли, уже два года застряли в Чехии, и все-таки планируется там привести в Божий вид и доставить сюда. Когда это случится, как это случится, случится ли вообще, я вам сейчас ничего сказать не могу. Понятно. У нас очень много звонков. Я вот даже не знаю, как быть, потому что время передачи подходит к концу, а люди, видимо, увидели возможность… Больная тема, я понимаю. Спросить знающего человека о том, что будет с городскими улицами. Мы еще не обсудили тему метробуса, которую озвучили новые, так сказать, наши политические деятели. У меня все это пока немного напрягает, потому что если мы исходим из просто понятия представления, то это автобусный маршрут, который курсирует не реже, чем раз в 10 минут. Дальше. На выделенной он полосе, на выделенном он полотне, по отдельной полосе по центру улицы. В туннеле. Где хотите, на истакай. Знаете, это уже детали, о которых пока никто не сказал. Просто было озвучено, если я правильно помню, вице-мэром, что вот должен появиться некий метробус. Ничто это такое депутатам пока не показали. Но пока сферический коневакуум, видимо. Не показали. Знаете, я не хотел бы никого обижать, но я пока его не видел. А еще есть проект водного транспорта, водного трамвая. С точки зрения экономики, когда по предыдущим их подсчетам стоимость перевозки одного пассажира должна составить 5 евро, и город Рига, если использует городские билеты, должен за каждого перевезенного пассажира доплачивать, а автотранспортная дирекция доплачивает за каждого перевезенного инвалида, я не думаю, что эти административные структуры на подобную прелесть согласятся. Ну, я думаю, что в данном случае речь идет о том, чтобы освоить деньги на проектирование. Потому что… Вы понимаете, в данном случае это не городские средства. Это частный проект. И когда мы говорим о городских проектах, то был городской проект Ветцмилгравис, «Кревусало», но тогда он назывался «Болдорай», но по факту «Кревусало». А в конечном итоге посчитали, что он экономически нецелесообразен. Это было еще 20 лет назад. Но теперь 10 лет будут считать новый проект. И, знаете, я не берусь сейчас, я не берусь предсказывать, что будут делать частные инвесторы. Если мы говорим, что это проект, который на самоокупаемость или на принесение прибыли для частного инвестора, то для пассажира он будет… Он может быть… Я не знаю, я не видел всех расчетов. Я знаю только те цифры, которые были публично доступны. То для пассажира он будет, ну вот, как поездка в извозчике. Понимаете? Вот некий экстра. Показать туристам город. Ну, между прочим, я не знаю, в каких коридорах эта идея обсуждается, но я буквально вчера слышала передачу на латвийском радио, где выступал Гвида Принцес, главный архитектор города. Да, выступал один из депутатов Рижской думы, которые как раз обсуждали этот водный транспорт и о том, что по городскому билету можно будет проехаться на трамвай. Понимаете, ничего плохого в водном транспорте нет. В Гамбурге очень много речных трамваев. В Риге до Второй мировой войны было много трамвайных линий речных трамваев, а последняя уже в советское время была пристань, набережная улица Тургенева, Закюсала, Луцавсала. Все это дело ходило. Построили мосты, они утеряли свою актуальность. Хорошо, спасибо большое радиослушателям за активное участие в нашей передаче. К сожалению, не всех мы смогли выслушать. Сегодня у нас транспортную тематику комментировал депутат Рижской думы, журналист и эксперт по транспорту Вадим Фольков. Программу провела Людмила Прибыльская, звукорежиссер студии Евгений Копейн. Всего доброго. Это была программа «Подоплека». Смотрите нас на Ютубе.